Эта история началась еще в феврале, когда потвол Натали впервые залило кипятком. С того времени горячие заливы под дом стали регулярными, несмотря на обращения девушки в администрацию, водоканал и СГК. Ей отвечали, что теплотраста, которая топит ее дом, бесхозная. С тех пор дом просел на 10 сантиметров, стены потрескались, окна заблокированы. Мы рассказали об этой истории неделю назад, после приезда нашей съемочной группы на улицу Литейная. Наведались рабочие, раскопали проблемную зону, привезли новые трубы. Казалось бы, вот он, счастливый финал. Трубы привезли, по-моему, у нас здесь 4, 2 трубы по 4 метра сюда привезли, на газели. Мне здесь отрезали, приварили. Ну, приварил сосед, спасибо вам большое, так как у подрядчика, как он сказал, не оказалось сварщиков, да, сварщики были заняты. Вечером работу соседа доделал сварщик от подрядчика, и рабочие уехали, оставив за собой новую проблему. Уехал трактор, и обнаружилось, что он повредил нам канализационную трубу, в двух местах повредил. Жильцам обещали исправить это недоразумение, но прошло уже три дня, а канализация течет в землю. И неизвестно, в чей двор или дом вытечет эта беда. А пока мы дождались ответа городских властей. Вот что нам сообщили в администрации железнодорожного района на наш вопрос. Кто будет чинить бесхозную теплотрассу? Сеть включена в реестр муниципальной собственности. Администрации района в адрес комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула направлена телефонограмма с просьбой оказать содействие в устранении данного повреждения. Силами подрядной организации проведена работа по устранению повреждения. У нас без хозяина имущества такого рода должно выявляться, учитываться органами местного самоуправления. Возможно, хозяин будет найден. То есть, если хозяин находится, ему это имущество передается, вопрос закрывается. В случае, если у бесхозного имущества хозяин не находится, орган местного самоуправления это имущество должен кому-то передать для ответственного содержания и хранения. А пока что жители по Литейной улице вновь в режиме ожидания. Если трубы отопления сделали, вопрос с протечкой канализационных труб не решен. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. И надеемся, что в третий раз мы приедем к Наталье, чтобы поставить точку в этой истории. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...